Глазки без век, без ресниц, колы, глядящие со змеиной холодностью. Так Виктор Астафьев описывает царь рыбу. Легенду Енисея, которую испокон веков мечтает хотя бы раз в жизни поймать каждый рыбак. Сибирский осетр и правда поражает схожестью с доисторическим ящером и размерами. Его жизнь в чем-то сродни людской. Своей зрелости осетр достигает лишь к 18 годам, а прожить может совсем как человек – 80 лет. В позапрошлом веке осетров вылавливали тоннами. На рыбном промысле сколотили свое состояние сотни купцов. Самый крупный торговец рыбой, посадский Никита Верещагин, жил здесь, в городе, который мы как раз проплываем – Енисейске. Давно не было таких уловов. Полвека уже запрещено добывать осетров. Живет ли в Енисеи царь рыба сегодня? Об этом должны знать рыбаки. Мы расспросим их обо всем, а заодно, если повезет, отведаем настоящие енисейские ухи. Ребят, теперь так. Он завезла, вы назад. Ребят, а я буду проверять цепи. О, вижу! Ничего себе! Ну вот, в нашем арсенале уже вторая щука. Ну, не как щука, щучка, наверное, я бы сказал. По сравнению вот с этой красавицей, это немножко помельче. На Енисея в ходу 50 рецептов ухи. И вот один из них – рецепт знаменитой ухи-кержачки. В принципе, у нас тут пол котелка одной луковицы будет достаточно. Главное, чтобы рыба была свежая. А кунти для навара? Елеза, но. Щука, елеза. Картошка тоже должна быть одного сорта. Либо белая, либо желтая. Мы тут используем желтый сорт. Адретто называется. Под кипение кержачки начались разговоры и о настоящих гигантах Енисея. Наши деды рассказывают, что когда-то в 913 году в устье Енисея забросил сокит на отмель. И все. Вот они там ели его всю войну. Где рыбак правду скажет, а где приукрасит – не разберешь. Но Енисейская рыба действительно спасла от голода в военные и послевоенные годы тысячи жизней. И все-таки хочется верить, что царь рыбы где-то в глубинах реки все еще таится. У меня брат живет в Дудинке, а до этого жил в Карауле, там поселок рядом. Вот они рассказывали, как-то был случай, там они всей деревней ездили смотреть. Там какие-то три рыбы, говорит, зашло в устье. Ну, большие там, они прямо по поверхности. Рыбак не собрет, не жилец. Ездили толпой, смотрели, весь васел выезжал на речку посмотреть на этих рыб. Они там так спокойненько плыли. Там вся деревня выезжала. А наша уха почти готова. Остался последний штрих – секретный ингредиент, без которого енисейской ухи просто не может быть. Ну, мы, как говорится, финишный рывок. Это опускание головешки. Ценители из Москвы и Петербурга прилетают на енисей за тысячи километров только ради этого вкуса и аромата. Спасибо вам большое. Доброе утроечки. И вам, не хворать. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok